Ладно, ладно, я слишком глубоко ушла, бабки, всякие шарики, давайте что-нибудь, что-нибудь другое. Тело, ладно, но сознание, сознание, моменты сознания, оно же точно существует, я точно знаю, что я существую. Существуют моменты сознания, правда же? Ну, моменты осознанности. Но я сейчас осознаю себя, стоящий здесь, на этом ветру, на этом море, на этом классном море. Я осознаю себя, значит, есть момент, когда я себя осознаю. Момент осознанности, сейчас, сейчас. Когда я говорю слово сейчас, это слово состоит из звуков, первое с и последнее с, и между ними другие звуки, сейчас. И значит, этот момент, сейчас, можно поделить на части, из которых состоит это слово, этот момент. Ну, не очень момент, получается, он длинный, на целое слово сейчас его хватает. Тогда можно его поделить на части. Хорошо. Я поделю его на части, первая половина и вторая половина этого момента, сейчас. И тогда первую половину, которая ближе к первому звуку S, и вторую половину, которая где-то в районе звука E, сейчас. Их тоже, эту часть тоже можно поделить на две половины. И тогда, эта половинка момента тоже состоит из частей. И тогда я ее могу еще поделить на части. И тогда эта половинка состоит из двух частей. И если я возьму первую половинку где-то в районе просто звука S или C, И тогда я могу ее тоже поделить на части. И тогда начнется первый момент со звука S, а второй со звука E. И получится, что это две части. И получится, что нету момента сейчас. И если я продолжу это так же делить, то получится, что эти моменты можно бесконечно делить на самые крошечные. И еще более крошечные. И самые-самые крохотучные. И я никогда не найду нитилийный момент сейчас. И тогда получается, что время, внимание, время и сознание не существует само по себе. И тогда получается, если мы говорим, что я это совокупность тела и сознания, тогда получается, что тело само по себе не существует, потому что атомы не существуют. Мы говорили об этом. И тогда получается, что сознание само по себе не существует, потому что нету того, из чего оно состоит. Если нету того, из чего состоит. Если деревянный стул, в котором нет ничего, это дерево, который деревянный, дерево, который нисколько нет, значит, существуют какие-то размассовые стулы и железные стулы, которые идут, но точно не деревянные. То есть, если нету материала, из которого выточена скульптура, значит, нет скульптуры. То есть, получается, если нету ни тела, ни сознания, значит, нету меня, который существует само по себе. А что это значит?